Приветствую вас! Позвольте мне обратить внимание на несколько важных моментов, которые мне бы казались достойными того, чтобы на них обратить ваше внимание в вашем вопросе. Значит, ваш мужчина уже сделал предложение 8 месяцев. Имеется ввиду 8 месяцев назад он сделал вам предложение или вы с ним 8 месяцев вместе? Это вот не очень понятный момент, на мой взгляд. Ну, то есть можно по-разному интерпретировать просто то, что вы написали. Это вот первое, на чем я хотел заострить внимание. Второе. Жениться финансово вы не можете. Значит, ну, понятно, что вы не можете пожениться. Финансово, но мне все же как-то вот интересно, а если вы не можете пожениться сейчас, то есть ли у вас хоть какая-то, может быть, перспектива того, что вы поженитесь. В будущем, да, то есть если как конкретные сроки того, что вы поженитесь или ваше предложение, да, то есть предложение, которое было сделано вам, это просто вот чистая формальность, чтобы мужчина мог сказать, да, я сделаю предложение. Это тоже очень важный момент. Далее. Значит, выпишите про то, что вам не нравятся друзья. Друзья вашего мужчины. Значит, сразу возникает момент. Если вы этих друзей не знаете, то почему они вам не нравятся? Может быть, мужчины не хотят знакомить вас с ними по той причине, по той причине, значит, что они вам не нравятся. И он заранее как бы знает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Да, может быть, да, может быть, это причина и банана, но она все же имеет место быть. Это причина. Далее. Следующий важный момент. Ну, это, собственно, ваш вопрос, который вы задаете. Значит, вы говорите, что вот, мужчина говорит, что не тесняет, да, вот, и даже, да, вы описываете не очень такую, ну, красивую, скажем так, ситуацию. Что я вам хочу сказать по поводу нее. Мужчина не хочет, чтобы вы познакомились с его друзьями, где, как бы, есть его жена. Обычная, чтобы она, возможно, или она, или его друзья не рассказали вам о чем-то таком, про вашего мужчину, ну, о чем-то таком, что вы не должны знать. Значит, о чем-то таком, что мужчина хотел бы скрыть от вас. Это тоже очень важный момент, потому что, если мужчина что-то открывает и что-то не хочет, значит, чтобы вы знали, то это означает, что именно поэтому он и не желает вас знакомить. Вот. Это самый очевидный, на мой взгляд, момент. То есть, значит, какая ситуация происходит. Вот. Мужчина не пускает у вас в свой круг общения по той причине, что этот круг несет некоторые негативные аспекты для него. Вот. И, соответственно, именно этого мужчина хочет избежать при взаимодействии с вами. То есть, он не хочет, чтобы вы, как гимнонометр, его жизнь не узнали. Может быть, в этом контексте говорить о том, что мужчина стесняется, имеет смысл. Может быть. Но мне лично кажется, что достаточно маленькая эта вероятность того, что он именно стесняется. На мой взгляд, здесь ситуация такова, что, скорее всего, мужчина просто боится, что узнал что-то о нем такое, что он не хочет, чтобы вы узнали. Вы просто-напросто от него уйдете. Или станете думать о нем хуже, что совершенно неприемлемо для мужчины. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Я понимаю, что вас это волнует, но не совсем понятно, что нас волнует больше. То ли то, что вы до сих пор не поженились, и то, что перспектива реальной свадьбы откладывается. То есть, она довольно туманна. Либо то, что мужчина не хочет ознакомиться с своими друзьями, и это вас задевает. Но в любом случае, что-то в вашем поведении заставляет его так поступать. Что-то именно в вашем поведении заставляет его не отдевать вашего знакомства с ними. И, соответственно, за счет стоит именно с анализа вашего поведения, с анализа ваших установок, которые могут быть терпимо, но в общем негативно воспринимаются вашим мужчиной. И если эти негативные установки, прошу прощения, будут найдены, то вы сможете лучше отдавать себе отсчет о том, почему ваш мужчина так себе себя ведет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку «Помогу вам». Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok